Расскажите нам что-нибудь интересное. Хорошо. Я расскажу вам безумно грустную историю трагедии и жизни девушки Марии. Наша больница располагалась рядом с одним банком, где служила девушка Мария. Была она веселая, добрая, детей любила. Но тут появились у Марии враги. Наговорили про нее всякого владельцу банка, и тот перевел ее на кухню. Кончилось все еще хуже, чем начиналось. Мария решила яички сварить в микроволновой печи, а микроволновая печь стояла как раз рядом с газовым распределителем. Взрывом нам забор проломило, и потом неделю больных по горам ловили, а один больной глазным яблоком задохнулся. Какая печальная история. А еще? А еще я видел, как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал. Как же так? Его же казнили. Первый раз его для смеху казнили, чтобы он ощущениями смог поделиться с остальными китайскими писателями. А второй раз хлеб, и все. Ох, Китай! Прямо дичь какая-то. В мою молодость цыгане на рынке продавали китайские ковры. Домой приносишь, вешаешь на стену. Днем вроде ничего, а ночью ковер зеленым начинает искриться, а на нем портрет Мао Цзэдуна в гробу появляется. Такие вот традиции. Мао Цзэдуна